Продолжаем отрабатывать клинч У нас обоюдный захват Практически все упражнения отрабатываются с обоюдного захвата Потому что позиция двух бойцов одинаковая И отсюда мы можем уже что-то отработать Задача Задача уйти немного с линии атаки в сторону При этом, чтобы было проще-то сделать Мы немного приподнимаем руку И зашагиваем в сторону При этом плечо должно уйти подмышку оппоненту Голова упереться в шею На ногах смещаемся, закрываем замок Ставим по этому в неудобное положение Задача сместиться чуть в сторону Приподняв руку Наверяем подмышку оппоненту При этом меняем позицию в захвате Уходим в сторону Задача плечо завести подмышку соперника Головой упереться в шею оппонента И отсюда можно с легкостью имитирует удары коленей В счет того, что мы держим оппонента и руками, и головой То есть прижимаем его Ставим в неудобное положение Упражнение делается на обе стороны И влево, и вправо Повторим упражнение Обратим внимание на смену рук в захвате Вот наша позиция Ручку приподнимаем Уходим в сторону И меняем положение рук Рука на руку Это даст нам возможность захватить более плотный захват Сами на ногах сместились в сторону И уже сбоку имитируем удары коленей Ставим оппонент в неудобное положение Плечо в это время находится подмышкой В этом упражнении, как говоря, защитное действие Также вынести голень И пытаться блокировать действия оппонента Практически из любого неудобного положения То есть самое простое Это попытаться заблокировать действия оппонента Чтобы работы в клинче не было При этом любой судья При пассивной работе Остановит клинч И вернет работу в стойке Приподнимаем руку Уходим за спину Закрываем замок Оппонент блокирует действие За счет того, что выносит голень И не дает не носить удары коленями С неудобного для него положения Покажем упражнение В захват Нагружаем голову оппонента С имитацией ударов коленей Зашли в обоюдный захват Одна рука внутрь, другая снаружи Оппонент перебирает руками Берет внутренний захват То есть внутренний захват Все выигрышная позиция Оппонент делает шаг назад Нагружая голову вниз Отсюда Имитирует удары коленей И правая может быть И левая Опять же Прогнешная позиция Мы сразу вспоминаем Защитное действие То есть Пытаемся Сблизиться с оппонентом Отсюда Отжать гол И перебирать уже дальше руками Меняя позицию в клинче меняя захват. Следующее, что мы отработаем, это ставка удара локтями на короткой дистанции с обоюдного в захват. Задача. Заходим в обоюдный захват, одна внутри, другая снаружи. Опять же, есть два варианта. Первый, это снять руку, чуть оттянуться и сымитировать короткий удар локтем, либо сбоку, либо снизу. Либо захват, убрать руку вниз, нагрузить, опять же, оттянуться и ударить локтем, либо сбоку, либо снизу. В основном это отрабатывается той рукой, которая у нас не внутри, которая снаружи. И выполняет по большому счету меньший функций. Также мы можем здесь отработать дополнение. Убрали руку, добавили удар локтем, добавили руку сверху на запад и сымитировали удар коленой. Также нагрузили руку, опустили, ударили локтем, добавили руку на голову, показали удар коленой. При входе в клинч желательно заходить с ударом, с ударом рукой, с ударом локтем, с ударом коленой. То есть, когда вы двигаетесь с оппонентом в стойке, лучше заходить с ударом. Удар, как минимум, будет отвлекать оппонента от клинча. Например, удар локтем, захват, добавление коленей и продолжительная работа. Например, удар колен. Оппонент опять же будет реагировать. И захват. Также удары руками, либо удары ногой, после чего идет захват. То есть, стараемся при входе в клинч не бежать без удара. Иначе вы можете натыкаться на встречный удар и сами пропустить внутренний. Следующее, что мы делаем, мы показываем вход в клинч с ударами. Когда оппонент атакует удар рукой, прямой, либо боковой, мы имитируем вынос руки, право-направо, лево-налево и заходим в клинч в захват. Когда оппонент атакует правой рукой прямой удар, мы выносим руку в захват и шагом в сторону закручиваем, имитируем удар колен. Когда оппонент аносит прямой удар лево, мы делаем движение в сторону, еще имитируем удар колен. Дальше мы работаем на движение. Идет право прямой, нам необходимо на удар сделать шаг в сторону и вынести руку в захват. Отсюда добавляем руку в лопатку либо в плечо, скручиваем и добавляем удар колен. Все то же самое, когда оппонент атакует левый прямой удар, мы делаем шаг навстречу со смещением в сторону, добавляем скручивание и наносим удар. Все то же самое, мы можем отработать на боковые удары. Немножко подсаживаясь под удар, выносим руку, скручиваем, имитируем удар колен. Все то же самое с другой стороны. Подсаживаемся, делая за шаги, скручиваем, и имитируем удар колен. Также можно зайти в клинчик с ударом ногой, тем более если оппонент делает захват бьющей ноги. То есть со стойки мы выносим свой удар ногой, оппонент делает прихват, мы скручиваем ножку, выкручиваем ее обратно, нагружаем вниз, руки уже на захвате и добавляем удар колен. Еще раз со стойки движения, выносим удар мину, скручиваемся на опоры колена, опускаем вниз, руку добавляем на шире, ногу выкручиваем обратно, продалживаем вниз и в захвате уже бьем удар колен.